Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствую вас в станице Благовещенской. Это такое место, поселение, в котором проживает не очень много населения, но летом это мека-кайтеров, мека-людей, любящих более тихий, спокойный отдых жизни, потому что здесь нет такой, как сказать, у нас, видите, бурлящей параллии и, допустим, если с Анапы хотите приехать на эти пляжи, но что здесь меньше всяких загрязняющих факторов, они гораздо чище, и самая фишка, они прям сбереги глубокие, но об этом во всем увидите, когда мы подойдем к морю. 106 маршрут ходит из Анапы, именно сюда в Благовещенской, так что вы можете спокойно приехать, отдыхать и наслаждаться абсолютно бесплатно, если не будете платить за парковку, за лежаки и за все остальное, то есть получится бесплатный отдых, а так за денежку, конечно, но пойдемте посмотрим, что тут есть и что по чем стоит. Но это здесь перед центральным пляжем, вот здесь, если что, убивайте малахит, это вот это вот здание, оно бьется хорошо по навигатору, приедете сюда, в общем, парковка здесь на день 200 рублей, в туалет есть, можно как автокемпинг, типа, стоять, да, поспрашиваем, что по чем стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите блогерам, по чем вас? Нет. Почему? Итак, парковочку по 250 рублей мы проходим, и дальше у нас вот центральный пляж, здесь был такой большущий навес, его что-то, наверное, здесь не снесли, здесь вот нет настила, тяжеловато передвигаться, дальше возле торговых рядов настилы появляются. Фиш-пилинг есть, покушать тут тоже выпечку предлагают, есть, разные специи можно притащить с пляжа, очки, тапочки, в общем, все только то, что может быть нужно. Домик для полиции установлен, здесь наш подписчик из Дагестана торгует, ему спасибо большое, прям очень хорошо встретил, туалеты есть, смотрите, прям большое количество. Туалеты за 30, и тем кому за 30? Тех, кто поболосил, там море ближе. Я шучу, ребят, пользуйтесь туалетами, пожалуйста, море будет меньше зелени. Здесь, смотрите, в этом году поставили шатер, там у нас опять администрация устанавливает квадроциклы, на пляже можете увидеть, и есть будки быстрого питания. То есть, получается, два входа на пляж, в ту сторону, я смотрю, там пляжи еще возводятся, ну, мы сверху это все более конкретно увидим, когда сделаем пролет. Переодевалочки здесь есть. Прям настил, честно, удобный. Смотри, в этом году молодцы, еще вдоль лежаков, она делали настилов, то есть можно прийти и прогуляться, допустим, влево-вправо, они все комфортно. Здесь, смотри, ребята без лежачков просто сидят. Зона для людей с ограниченными возможностями. Курить штраф еще рублей запрещено, там разные вкусняшки продают, пойдем глянем. Шаурма, пешки, по 120, по 80. А почему шаурма у вас? 300 рублей. Красота. И всякие напитки. Спасибо. 300 рублей у нас лежат. Ну вот, видите, уже дешевле, чем в Анапе. Уже хорошо. Смотрите, я вот то, что вам обещал, то есть, если у нас, допустим, на Жемчужной России мы вчера в это же время примерно приходили на пляж, там было практически все пусто, то сегодня здесь прям от души красиво. А о чем кукуруза? 150 рублей. Спасибо большое. Здесь, смотрите, также вот то, о чем всегда спрашиваем, большущая зона для людей. Подходим к морю. Ребят, ну а здесь можно прям кайфануть, смотрите, что происходит. Водоросли нету. Что там, возможно, не присутствуют в водичке, да? Но, в принципе, море очень чистое. Море очень классное. Ух ты, какой хлопик, смотрите. Купается, да? Сегодня прям посмотрим. И чего еще хотеть? Под берегом, честно, чуть-чуть, чуть-чуть водоросли присутствуют. Туда дальше просто голубой море. И смотрите вот про глубину, то, что я вам говорил. Здесь сразу бац, ты заходишь и уже по колено. Если у нас, допустим, в Витязево-Ванапе, ты идешь, 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 нырнул и поплыл. И это еще даже не предел, то есть можно найти даже гораздо глубже. Людей прям очень много. Друзья, очень радует, конечно, количество людей, то, что здесь много, отдыхают все. Причем с удовольствием, смотрю, они это делают. И меня радует и море, и люди, и погода прям, наверное, самая шикарная, которую только можно себе представить. Круче, наверное, не хотеть. Не надо нам влаги. Здесь просто все великолепно. Давайте прогуляемся немножечко в сторону, посмотрим на людей, которые отдыхают. И мне больше интересно, что в конце пляжа там происходит. Никаких вот таких вот больших скоплений водорослов. Здесь все шикарно. Люди и детки не вылазят даже из моря и получают, по-моему, самые позитивные эмоции. И дарят, как говорится, вокруг всем свою улыбку от хорошего отдыха. А по-другому, по-моему, не бывает. Посмотрите, мои дорогие, как надо отдыхать. По факту, море на стульчике. Идеально. А здесь вообще прям пусто-пусто. Отдыхать не хочу. Мы дошли сейчас до границы пляжей центральных, и дальше пошла Витязевская коса. Там стоит огромное количество людей с палатками. Я думаю, что сверху смогу вам это показать. И они отдыхают именно диким образом. И я давно здесь столько их не видел. Сейчас военные не перекрывают косу, наверное, сейчас ни к чему. И поэтому там на родище скопилось просто. Ой, мама, бесплатно от души. Шикарное море. Отдыхай. Рядом благо. Красота. В общем, всем хорошего отдыха, дорогие друзья. Здесь вообще какой-то пионер лагерь находится. И вот здесь уже администрация Анапы вроде как не несет ответственности за эти пляжи. Потому что, типа, к ним не относятся. Хотя, с другой стороны, всегда можно приплести их и заставить убираться. Чем я очень много занимался. Но одно время военные-то, возможно, не пускали на эту территорию. Даже убираться не давали нормально. Отметим еще тот момент, что у нас везде желтые флаги. То есть, пляжи полностью им созданы. Получена лицензия. И они работают. Смотрите, мы теперь прошли в правую сторону. Если смотреть на море, здесь водичка еще круче. Людей меньше. Но это уже пошли не центральные пляжи, а пляжи разнообразных санаторий, бас-отдых и так далее. Тому подобное. То есть, здесь вопросы, если есть какие-то по уборке, должны предъявляться именно к этим пляжам. Потому что, либо они с муком заключают договор, как нам рассказывали, либо они должны убираться сами. Фотосессию на Сапе замутить себе. Сейчас у нас провал по ветру. Какой пошел? То есть, нету сильного. Каждый найдет себе место. Вот мне чем Благовещенко нравится, особенно туда дальше, выезжаешь, там еще такие пустынные места. Практически один на пляж. Смотрите, какие просторные пустые пляжи. Это в контрасте с тем, что мы были на центральном. Потому что здесь, действительно, самый такой востребованный, самый популярный. Это центровой. А дальше красота, свобода и позитив. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои, ищите и найдете чистое море, великолепные просторы, температура водички плюс 23, температура воздуха 32, море чистое, классное, красиво, купался, там виды просто завораживают, друзья. Ну и напоследок, конечно же, для вас море. Не забывайте подписаться, лайкосик под видосики. Вам великолепного настроя в этой жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok